В среде многоопытных музыкантов существует такое мнение, что если ты живешь в маленьком городе, 500 тысяч человек или меньше, в деревне, то заниматься музыкой и расти как музыкант плюс-минус невозможно. Всем привет, меня зовут Илья. В этом видео я расскажу, как можно увеличить свою музыкальную мотивацию, увеличить эффективность занятий, даже если окружающая среда этому не способствует. Как же поддерживать в своих глазах творческий огонек и не дать рутине бытия превратить вас в музыкальный трупик? И вообще, где искать мотивацию? На этот вопрос дал ответ известный российский блогер, и он сказал, что никак, оставайтесь в жопе. Артемий Лебедев. У творческого человека график состояния бытия обычно выглядит вот так или вот так. И в этом видео мы пытаемся сделать таким образом, чтобы эта линия была как можно ровнее и состояние было стабильней. То, что я сегодня буду говорить, как правило, будет основано на моем личном опыте, так как я сам живу в маленьком городе по музыкальным меркам деревни, в которой ничего не происходит в плане музыки. И я знаю, что меня смотрят очень много таких же, как я, людей, которые работают на работах и не могут просто заниматься музыкой, потому что это не прокормит их. Это невозможно. В маленьком городе невозможно практически плюс-минус кормиться музыкой. Поэтому это уходит на второй план после работы, какие-то репетиции с группок, иногда концерты, ковера и прочее. Вот это видео как раз для вас. И я точно знаю, что среди этих людей огромное количество реально талантливых способных, которые сами могут кого угодно учить, которые отлично владеют инструментом, у которых отличная способность. И это видео в первую очередь для вас. Не знаю, насколько длинным получится это видео, но на всякий случай поставьте чай. Я уже поставил себе кофе, правда без коньяка, но и так сойдет. Итак, пункт номер один. Очень важный и мотивационный. Окружение и люди. Мало кто может поспорить с тем фактом, что самое главное в жизни человека это взаимоотношения с другими людьми. Вспомните, каждый день вы ходите на работу, так же как и я, и общаетесь, как правило, с людьми, которые никак не относятся к музыкальной среде. В глазах людей, которые никак не относятся к музыке, у них нет никаких интересов в этом плане, вы будете выглядеть как человек с другой планеты, а в их ушах слово музыкант будет почти как алкоголик. И эта среда волей-неволей, хотите вы этого, не хотите, будет вас отдалять от музыки. Вы будете превращаться не в музыканта, все дальше и дальше. Будете отходить от этого, отходить и даже сами не заметите. И для вас станет, а, нормально, что это музыка там, никто этим не занимается. Вам будет казаться, что это не нужно, потому что никому это не интересно в окружении вас, окружении ваших коллег. Это не интересно. Вам будет такой миф, что это не круто может быть. И вы, скорее всего, со временем вот это все, бытовуха, огонек угаснет. Поэтому я рекомендую общаться с музыкантами, заводить друзей музыкантов, постоянно с ними находить контакт, постоянно находиться в этой среде. Ну, работу 100 лет на работе, а после общаться с творческими людьми. Потому что, на мой взгляд и по моему опыту, меня больше всего вдохновляли люди, которые мои знакомые, мои музыканты. Они меня больше всего вдохновляли. Это, может быть, наставники, педагоги, друзья, профессиональные музыканты, которым ты сходил на концерт, пообщался с ними. Это самые моменты, когда больше всего идет вдохновение и больше всего хочется заниматься. Даже ролики на ютубе, где много отличных музыкантов, огромный, конечно, круто играющих, просто бомбически. Но они не так вас вдохновляют, как реальное общение с живыми людьми, как с музыкантами, которых можно что-то спросить, какая-то обратная связь и так далее. Даже если ваши друзья, у них есть эти интересы, у вас есть что обсудить, и вам будет казаться, вокруг вас создастся мир того, что это нужно, того, что это круто. И это будет вас мотивировать. Но это не значит, что нужно забить на ютуб. Ютуб тоже отличный инструмент для мотивации, просмотра любимых блогеров, отлично. Это создает атмосферу вовлеченности, атмосферу движухи. Человеку лишний раз захочется взять инструмент, разве это не хорошо? Пункт номер два. Принцип разделения. И этот принцип поможет увеличить эффективность ваших занятий. Как мы знаем, человек это по природе существо ленивое, постоянно себя заставляет что-то делать, вставать утром на работу, на учебу, что-то там учить, готовить к чему-то там. Постоянно что-то нужно себя заставлять каждый день. Да и то дело, когда ты делаешь его каждый день, постоянно одно и то же, одно и то же, одно и то же, оно превращается в рутину. И ни один человек долго не сможет выдержать одно и то же. Ему, значит, станет скучно, он начнет переключаться, искать какие-то другие источники вдохновения и интереса. Вспомним, что на этот счет сказал один из художественных известных персонажей. Безумие это точное повторение одного и того же действия раз за разом в надежде на изменения. Так вот, чтобы не превращаться в безумство, можем использовать этот подход разделения. Его используют не только музыканты, он вообще универсальный, можно на любую деятельность его наложить. Но в данном случае мы говорим про музыку, про занятие на инструменте, на бас-гитаре, поэтому будем смотреть в этом контексте. Акт музицирования можно в широком смысле поделить на две части. Это творческий, творческая часть и техническая часть. В творческую часть мы можем отнести такие элементы музыки, как, например, сочинительство, импровизация, работа над дрожжировками, репетиция в группе. То есть, то, что создает какое-то произведение, какую-то форму, какую-то концепцию. И вторая часть глобального разделения – это техническая часть. Сюда можно отнести банально игра упражнений, учеба теории. Сюда также можно отнести даже работа над звуком, выбор примочек, выбор инструментов. То есть, это то, что вам помогает ваши творческие планы реализовать. Далее, когда мы поделили эти две части большого целого, мы можем разделять это в пространстве и времени. К примеру, у нас есть в день, там, час на занятие, после работы, полчаса. И мы стараемся не совмещать это. Мы разделяем по дням в месяц. Например, занимаемся только, например, импровизацией или сочинительством, работа над дрожжировкой один день. Второй день техническая, изучение теории, какие-то упражнения на слэп. Потом, в следующий день мы опять возвращаемся к творческому подходу, что-то работаем над импровизацией или над новым произведением, снимаем на слух. И не совмещаем это с примочками, педалями. Или через день мы занимаемся уже, там, не знаю, над звуком. Даже можно сортировка VST-плагинов. Это тоже технический момент. К примеру, у вас совсем нет желания играть на инструменте, нет, в голове пусто, трава просто, ничего нет. Просто нет никакого желания. Вы можете посидеть, подскачивать эти VST-плагины, попробовать звуки. И это тоже часть роста, часть занятий. То есть, потом у вас бахнет вдохновение, вы сядете, у вас все технические ваши вещи готовы. У вас есть VST-плагины, звуки, синтезаторы, барабаны, все есть. Вы можете уже приступить к творчеству. То есть, этот способ позволяет уйти от рутины и постоянно комбинировать разные формы занятий. Комбинировать техническую, потом опять творческую. Техническую, творческую. Тем самым будет интереснее, вы сможете больше заниматься, и у вас интерес не будет пропадать. Также можно идти далее и разделять уже внутри вот этих двух больших сфер. Можно поделить, например, как я уже говорил, тоже технический момент. Туда можно отнести, да, один день мы играем с лэпом, к примеру. Другой день мы занимаемся читкой с листа, тренировкой. Третий день мы, скажем, занимаемся, ну, опять же, теми же педалями или какими-то упражнениями. И в творчестве то же самое. Один день мы занимаемся одной песней, к примеру, аранжировкой в группе одной только. Не нужно, ну, чтобы себя не загонять и не создавать вот это состояние усталости и какого-то вот этого рутины реальной. О том, с чем я говорил ранее. Можно разделять работу на одной песне, аранжировку, потом работу на дипровизацию другой песни и так далее. То есть этот способ поможет вам уйти от рутины и сделать интереснее, разнообразнее ваши занятия каждодневные, независимо от того, над чем вы работаете. Пункт номер три. Постоянная работа над новыми произведениями. Разработка песен. Расскажу поподробнее, потому что в этом предложении можно не понять, о чем я имею в виду. У меня на рабочем столе в правом нижнем углу всегда есть несколько файлов. Это может быть видео файл, это может быть аудио файл, это может быть gtp файл. Это значит, это те песни, над которыми я в данный момент времени не обязательно каждый день. Опять же, я могу там чем-то другим заняться или, например, нет возможности позаниматься. Я пропускаю день, к примеру. Но у меня это всегда в разработке. Я, если сажусь в инструмент, я обращаюсь к этому. К примеру, на моем уровне мне уже неинтересно играть рифы, мне они ничего не дадут, я их могу миллион сыграть и вообще они мне ничего в плане техники и знаний не дадут. Поэтому я беру сложные произведения, например, там, Алан Карон, сейчас я разбираю. Или там, Скотт Хендерсон, новый альбом и там сложный фьюжн соло. Я их беру, откладываю и каждый день над этим занимаюсь по чуть-чуть, там, по полчаса снимаю соло, в итоге потом склеиваю. Они у меня занимают какое-то время, я каждый день по чуть-чуть его снимаю, но у меня всегда есть вот эта пища для ума музыкальная. Я сажусь по полчаса и снимаю это соло, в итоге его склеиваю, там, записываю видео. Всем хорошо и мне хорошо, и я получил какую-то мотивацию и дальше занимаюсь. Если у меня нет таких произведений, на которых я работаю каждодневно, нет вот этих вот каких-то целей, то я сразу чувствую, что я стою на месте и это нехорошо. Я стараюсь всегда ставить вот эти какие-то музыкальные цели и каждый день по чуть-чуть их добиваться и какой-то делать шаг вперед. Пункт номер 4. Это, наверное, самый мощный или один из самых мощных мотивационных и скилловых допингов игра в группе. Сложно переоценить этот пункт, он очень важный. И особенно для бас-гитариста, потому что бас-гитара это очень оркестровый инструмент и одному развиваться на этом инструменте очень сложно, практически невозможно, никому не аккомпанируя, не играя с барабанщиком. Ну, это вообще фантастика. Если человек развивается один, он полноценным бас-гитаристом точно не станет. Поэтому найдите группу, найдите единомышленников, это очень сильно вас будет мотивировать и увеличивать ваш скилл и поможет вам расти дальше. Пункт номер 5. Введение музыкального словаря. Также очень важный и суперполезный. Это когда мы записываем от руки в ноты, то, что мы сняли или сочинили. Это помогает научиться читать с листа, записывать ноты. Это помогает также сохранить вашу музыку или вашу партию, которую вы сочинили в пространстве и времени. Лично у меня было огромное количество всяких интересных партий, всяких интересных рифов, соло, которые я просто не записал в свое время. И они могли бы мне сейчас пригодиться. Я об этом сильно жалею. Я, например, сажусь за инструменты, могу импровизировать, и из этого рождается очень много интересного, которого можно аранжировать интересно, из этого сделать музыку, даже целый альбом написать. И вот это введение музыкального словаря помогает вам собрать вот эти ваши осколки, мысли музыкальные, и даже со временем где-то использовать, где-то в альбоме своем, например, и это не потеряется, и вам не будет обидно. Поэтому я рекомендую всем музыкантам записывать то, что вы играете. Это вам в любом случае пригодится, ничего просто так не бывает, как показывает практика. Всегда все пригождается, и где-то в группе вы это можете использовать, где-то там, или в своем творчестве. Это очень круто, плюс скачать скилл и мотивирует. Пункт номер шесть. Изучение других инструментов и игра партий других инструментов. Тоже очень мощный увеличитель скилла и увеличитель мотивации. К примеру, у меня бывают периоды, когда мне надоедает бас-гитара, уже не могу утошнить, это четыре струны уже подходить сколько можно. Годами-годами, ну, человек устает, это нормально. Я в это время могу взять акустическую гитару, поиграть фингерстайлингом, взять электро, какие-то блюзовые фразы. И это мне немножко разбавляет рутину, заставляет меня переключиться, отдохнуть от бас-гитары, чтобы потом вернуться. Но в то же время я играю, в то же время я не заканчиваю свои занятия, где-то еще развиваюсь. И эти знания мне потом даже могут пригодиться, в том числе и по басу. Что касается игры партий других инструментов. На бас-гитаре суперкруто звучат партии трубы, звучат партии саксофона. Вообще духовые. Я бы в первую очередь сосредоточился на духовых. Поснимайте, если надоело, опять нет вдохновения, послушайте саксофониста, трубачи, поснимайте их соло. Это поможет вам дальше уйти из тупика, поможет расширить свой кругозор, научиться новым фразам, новым фишкам. Даже можно учиться по учебникам, не басовым. Можно учиться для саксофонистов, играть пассаж для саксофонистов. Это увеличит вашу, так скажем, широту вашего музыкального взгляда. Последний, седьмой пункт на сегодня, но не менее важный, чем все остальные, это анализировать то, что ты играешь и думать о том, что ты играешь. Не просто физически зажимать пальцами на гриф и вроде звучит нормально. Нет, а понимать то, что ты в данном случае играешь. Для чего это нужно? Для того, чтобы вся эта информация, все, что ты играешь, все эти партии, все эти упражнения, вся эта теория, все, весь эта музыкальная субстанция, чтобы можно было это потом применить на своей практике, в своем творчестве, чтобы это можно было поставить на свою сторону. Иначе это будет просто как повторение мартышки. К примеру, разберем на частном случае, как я использую такой анализ. В данном момент я разбираю соло Алана Корона в его произведении большом. Соло там на минуту плюс довольно такое напряженно сложное. В общем, в целом соло обычное, но там есть несколько фраз, которые реально интересны, которые круто звучат. И я бы хотел их использовать для себя где-то в своем творчестве, в своих импровизациях. Если я буду бездумно играть, просто сниму его и как мартышка сыграю, то я забуду про это все и как будто бы не играл. Но после того, как я сниму, я возьму несколько этих фраз и попробую перенести их в другие тональности, проанализировать, на какие аккорды это можно играть, где это звучит, где это не звучит. Изменить под себя, под свою манеру игры. Я проанализирую, где это хорошо, где плохо. И без этого анализа просто не будет смысла этого съема, этой партии. Да, сыграю, выложу на YouTube хорошо, просмотры будут окей. Но для себя я мало чего почерпну, если я не буду думать. Соответственно, то же самое можно отнести к любой партии, не только к соло. К игре аккомпанемента, к примеру. Обыгрывание аккордов. Какие ступени обыгрывают, почему тут, как человек чередует, особенно если это фирмач. Это очень интересно, какие фишки он использует. Соответственно, если об этом не думать и не пытаться это переложить на себя, то не будет смысла таких занятий. Они будут, конечно, технические, но гораздо меньше будет результат, чем они могли быть. Конечно, это не все, чем можно себя мотивировать, чем можно делать эффективнее свои занятия. Можно еще упомянуть, например, о такой вещи, как слушать разную музыку, не замыкаться на одном, ориентироваться только на фирмачей, снимать только фирмов, музыкантов, записывать себя, в конце концов. К примеру, я себя мотивирую своим YouTube-каналом. Я, если какую-то вещь разбираю, я знаю, я ее выложу, людям покажу, людям будет полезно, как сыграть ТТП. И для себя, и себе скилл прокачаю, и вообще мотивацию что-то делать. Это непросто. В бездну, в пустоту. Рекомендую тоже. Записывайте, выкладывайте их себе на YouTube-канал, и у вас такой будет портфолио, история вашей музыкальной деятельности. Плохо, хорошо, неважно, какая разница. На сегодня всем спасибо. Спасибо, что посмотрели это видео. Ставьте лайки, не забывайте, комментируйте, добавляйте свои комментарии, что и как еще можно добавить, чем можно себя еще заставлять бороться с ленью. Всем любви, доброты и пока. Субтитры сделал DimaTorzok